МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях вторника 6 октября. Печальная новость пришла из Гусева. Сегодня утром в лесу было обнаружено тело пропавшего 59-летнего грибника. В минувшую субботу Иван Засорин вместе с другом поехали в лес. Домой товарищ погибшего вернулся один и рассказал, что потерял мужчину из виду. Трое суток грибника искали спасатели, родственники и волонтеры. В настоящий момент устанавливается причина смерти. За год это уже далеко не первый случай пропажи в лесу. Между тем, специалисты говорят, что в лесу рискуют заблудиться именно опытные грибники. Почему так происходит и какие опасности подстерегают любители тихой охоты? Расскажем далее. На работе Петр Швец изучает нанотехнологии в свободное время грибы. За белыми и опятами он ходит в лес с 10 лет, а в последние годы увлекся редкими видами. Такие, конечно, нужно еще поискать. При этом и с пути не сбиться. Обычно, если не уходить далеко от дорог, то еще можно по шуму машин или поездов ориентироваться. Но грибы лучше собирать все-таки подальше. С азартного блеска в глазах и начинаются самые печальные истории о потерявшихся в лесу. С Петром, к счастью, такого не случалось. С собой он обязательно берет воду, нож, телефон и компас, но чаще всего ориентируется в лесу по солнцу. Со школьных времен всем известно, что мох растет на северной стороне, что идти нужно вниз по течению речки или вдоль линии электропередач. Но есть и другие способы понять, куда двигаться дальше. У нас все леса полностью обозначены квартальными просеками. С севера на юг 800 метров, с запада на восток 400. И на пересечении каждой просеки есть квартальный столб с нумерацией. Если встать, чтобы с левой стороны будет понижающее число, а справа повышающее, значит, один или два. Если стоишь лицом к этому квартальному столбу, то спереди север. Идеальный грибник, с точки зрения спасателя, носит яркую одежду из плотных тканей, резиновые сапоги или крепкие туристические ботинки. С собой у него есть свисток и необходимые лекарства. Перед выходом на тихую охоту такой грибник обязательно сообщит родным, куда именно отправляется. Собираясь в лес за грибами, полностью зарядите мобильный телефон и не пользуйтесь социальными сетями и мобильными приложениями. Если же все-таки поняли, что заблудились, оставайтесь на месте. И первым делом открывайте не навигатор, а набирайте 112. Здравствуйте, это служба Стофиниш. Что с вами случилось? Собиратели грибов в тихом лесу подстерегают множество опасностей. Это и дикие животные, и клещи, и змеи. Можно угодить в болото или внезапно плохо себя почувствовать. Но главная причина того, что грибников каждое лето ищут спасатели – пренебрежение самыми простыми правилами безопасности. 38 раз выезжают уже на поиски грибников, людей, которые собирают ягоды и так далее. То есть, людей, которые потерялись в лесу. И самое большое количество потерявшихся в этом году – это Гвардейский район, традиционно Гусевский, Багратионовский, Черняховский. Заблудиться в лесу может каждый, но чаще всего теряются пожилые люди. Азарт тихой охоты и способен увезти так далеко, откуда самостоятельно и не выбраться. Все 38 человек, заплутавших в лесах этим летом, были найдены живыми. Не успели спасти только 59-летнего грибника из Гусева. По предварительным данным, причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность. Ольга Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. С начала года продуктовая корзина в Калининграде подорожала на 5%. Еще в марте базовый набор продуктов стоил 3600 рублей. Сейчас эта цифра приблизилась к 4000. Средняя цена на товары взлетела даже несмотря на появление сезонных продуктов. Удар по кошельку меньше всего ощутили в Черняховске. В сентябре жители этого города в среднем тратили на еду 3480 рублей. Заметнее всего рост цен в Калининграде. Осенью снизились цены на лук, картофель и капусту. А гречка, яйца, сахар и молоко заметно подорожали. Сейчас общая стоимость продуктовой корзины 3814 рублей. По данным статистики, из-за подорожания продуктов калининградцы не только отказываются от привычных блюд на столе, но и экономят на одежде, развлечениях и путешествиях. Так, в Калининградстате уже сообщили, что на основных продуктах питания экономит каждый третий калининградец. Зачем в Калининград приехал генеральный консул США? Как изменили закон об ОСАГО и чего ждать от магнитной бури? Расскажем далее короткой строкой. В Калининград прилетел генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лире. По его словам, в регионе следует развивать современное производство. В ходе визита обсуждалось резкое снижение торгового оборота с Америкой. Консул заявил, что политика не должна мешать торговым делам, культурным связям и студенческому обмену. Но в редакции закона об обязательном страховании гражданской ответственности на этот раз недовольны пешеходы. Раньше они получали деньги на лечение еще до того, как оно начиналось. А теперь, чтобы произошла выплата, пострадавшие калининградцы должны документально подтвердить факт получения травмы в результате ДТП. От них потребуют данные медицинской экспертизы и извещения о происшествии. 6 октября на солнце неспокойно. Жители области ощутят влияние сильной магнитной бури, которая продлится сутки. Врачи напоминают, что метеозависимые люди могут испытывать в такие дни головную боль, головокружение, учащенное сердцебиение. Обострятся также хронические болезни и бессонница. Кроме того, возможны нарушения работы систем связи и навигации. В первые октябрьские выходные посетители Курской косы стали участниками акции Всемирные дни наблюдения птиц. На пирсе у залива, вооружившись биноклями, за два часа насчитали 12 тысяч мигрирующих пернатых. Всего же, по данным армитологов, в эти дни на территории Национального парка ежедневно пролетает до 2 миллионов птиц. Депутаты областной думы предлагают построить в Калининграде единый центр обслуживания мигрантов. Теперь приезжие смогут оформлять весь пакет необходимых документов без посредников. Сейчас в области существует только центр временного содержания иностранных граждан, которые после его посещения выдворяются за пределы России. В ближайшие дни в Калининград придут холода. Уже на этой неделе ожидаются ночные заморозки. Между тем, в области набирают сил ОРВИ. Уже сегодня эпидемический порог превышен на 32%. В поликлиники и больницы обратились почти 4,5 тысячи человек. Об этом на днях заявила Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в регионе проводится вакцинация против гриппа, количество отказов от прививок по-прежнему велико. Люди ссылаются на информацию в интернете, религиозные убеждения или на свое право отказаться от такой процедуры, ведь профилактика проводится в добровольном порядке. Тем не менее, начальник ведомства Елена Бабура еще раз напомнила о пользе вакцины. Для детей прививка предупредит развитие тяжелых форм и осложнений, а для пожилых, безусловно, это также предупредит развитие тяжелых форм гриппа и летальных исходов. В Калининградской области уже много лет применяется отечественный препарат. По данным ведомства, случаи осложнений после прививки не зарегистрированы. По плану, прививочная кампания завершится 15 октября. Смотрите во второй части нашего выпуска. Трое в машине, не считая буксира. Полиция задержала группу угонщиков. Зоопарк, которому никто не рад. Калининград атакуют крысы. Пять свечей на торте и 300 миллионов гостей. Инстаграм празднует день рождения. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Калининградского тренера восточных единоборств ждет тюремный срок за изготовление детской порнографии. Вдвоем с товарищем они склонили к разврату 14 несовершеннолетних. Среди детей были сыновья и дочь одного из обвиняемых. По версии следствия, свои преступления мужчины совершали на протяжении 12 лет. Следствие по делу завершено и передано в суд. У этих молодых людей вечер не задался с самого начала. Решили угнать Volkswagen и даже отключили сигнализацию. Но вот незадача. Не смогли завести автомобиль. Пришлось буксировать. Привезли в гаражи, а там уже поджидает полиция. На этом неприятности злоумышленников не закончились. В ходе работы с задержанными двое из них еще были заключены дополнительно в совершении двух поджогов автотранспорта, которые произошли в этот же день. Все трое были доставлены в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Восемь судаков и два леща ценой более 100 тысяч рублей. Транспортная полиция задержала браконьера. 36-летний калининградец для ловли использовал сеть длиной 90 метров, что приравнивается к орудию массового истребления рыб. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест сроком до 6 месяцев. Эвакуаторщик угоняет автомобиль. Именно так можно расценить действия водителя-погрузчика. Автор видео утверждает, что эвакуация происходит без понятых и даже сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел накануне около Захаровского рынка. Чем закончилось разбирательство неизвестно, но возможно именно бдительность населения поможет предотвратить автомобильные кражи. Напоминаем, в июле именно с помощью эвакуатора с одной из стоянок города был похищен БМВ. Полиция продолжает поиски калининградца, пытавшегося изнасиловать школьницу. Мужчина объявлен во всероссийский розыск. Есть сведения, что в настоящий момент он находится в Тульской области. Приметы. Рост около 170 сантиметров. На вид от 20 до 26 лет. Европейского типа внешности. Нормального телосложения. Волосы темные, глаза карие. Был одет в пиджак синего цвета, надетый на белую рубашку, галстук-бабочку красного цвета, коричневые брюки, синие кроссовки. Если вам что-либо известно о мужчине на фотороботе, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Павел Ткачев, Кирилл Попов. Служба новостей города. Не лают, не кусают, но жить мешают. Калининградцы жалуются на грызунов в своих дворах. Крысы не боятся ни дневного света, ни людей и чувствуют себя хозяевами улицы осенней. И такое соседство возмущает не только местных жителей. За напряженной обстановкой в мире животных и людей наблюдал наш дежурный по городу. Здравствуйте, это дежурный по городу. Ручей между Каштановой аллеей и улицей осенней порой представляет настоящее водное сражение. Люди приходят сюда кормить уток, но, как правило, весь хлеб достается голубям. Однако птицам приходится соперничать не только со своими сородичами. Местным жителям только и остается, что на видео снимать, да в интернет выкладывать. Мол, посмотрите, 21 век, а у нас под окнами чума гуляет. Разносчики инфекции уже почти никого не смущают. А сами крысы не боятся никого. Впору одомашнивать. Без питомца, к слову, не останется никто. Крысиные норы здесь на каждом шагу. Боимся за наших детей, потому что детки все-таки любят уточек, природу, кормят их. А крысы очень выползают близко к дорожкам, прям вот к этим. И мы боимся за детей. Ну и инфекцию они, конечно, распространяют. Светлана и Екатерина с детьми у ручья гуляют ежедневно. Говорят, летом грызунов потравили. И даже, внимание, целую неделю жилось спокойно. А потом их популяция только увеличилась. Даже когда и солнышко светит, вот они бывают. Ну, неприятно. Надеемся, что все-таки как-то можно с ними справиться. Если их травят, они опять выходят. Ну, может быть, надо делать что-то более кардинальное. Кардинальные меры нужно принимать по всей длине водоема. А это сотни метров. Рядом детские площадки и магазины. От подхваченной заразы просто так, как от крыс на дороге, отмахнуться не получится. Для борьбы с хвостатыми, конечно, можно привлечь кошек. Но лучше управляющую компанию. А для пущей эффективности обратиться в Роспотребнадзор. Хотя... Если крыс в вашем дворе никто не травит, обратитесь к советским мультфильмам. Только сначала сделайте дудочку. Выглядеть это все должно примерно так. Кирилл Попов, дежурный по городу. Детям обещают, будет весело. Родители уверяют, еще и познавательно. Зоопарк и четыре музея объединились и приготовили для школьников настоящую игру квест. Главным героем реалити-головоломки станет тот самый усатый и находчивый. А игра так и называется «На ядре» с бароном Мюнхгаузеном. Во время марафона по музеям юные калининградцы узнают неизвестные подробности истории Калининграда и познакомятся с миром живой природы. Увлекательное путешествие начинается с наступлением каникул 31 октября. Чтобы попробовать свои силы в квесте, нужно заранее приобрести паспорт участника. Его стоимость 50 рублей. Принять участие в игре смогут ребята 7-11 лет. В дальнейшем будут разработаны задания для участников постарше. 35 числа все обладатели паспорта получат маршрутный лист. За прохождение очередного этапа, выполнение заданий и раскрытие тайн полагается определенное количество баллов. Что предложат музеи? Каждый музей разрабатывает квест-игру отдельно. Для нас загадка. Даже свою загадку мы не расскажем, потому что везде должна быть интрига. И единственное, что это будет интересно и детям 7 лет, и 11 лет. Игра завершится 8 ноября. После подведения итогов победители получат трофеи. За первое место 4G смартфон, второе место планшет, а бронзовому призеру вручат роутер. Подробности по квестам можно найти на специальном сайте межмузейного марафона. Сегодня 5 лет исполнилось Инстаграм. Сеть уже поздравили 300 миллионов человек. Каждый день в фотосообществе появляется больше 60 миллионов фотографий и видео. Что еще интересного произошло во всемирной паутине, пользователи социальных сетей рассказали в своих отчетах. Дора-дора-помидора! Наконец-то проклюнулись осенние помидорчики. Удобрять не пришлось. Главное правильно подобрать бетонную стену. На тебя глядят умными глазами. Ну или брызгаются во все стороны, как комментируют видео сами пользователи. Автоизбушка на кирпичных ножках. Похоже, взяли покататься, но колеса оставили себе в подарок. Эх, хозяин, забирай! Ложку за маму, ложку за папу. Ну а ложки за доброе утро не будет. Малышу поспать бы еще 5 минуточек, а там и йогурт вкуснее покажется. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь в фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Вместе с курсами валют понизилась и температура воздуха. О погоде на завтра расскажет наша ведущая Яна Глинская. Здравствуйте! Завтра 7 октября. По народному календарю фекла Запредальница. Русские люди верили, что на феклу все, что не завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день играли свадьбы. Также на Запредальницу последний раз ходили за белыми грибами. Ну а подойдет ли завтрашняя погода для тихой охоты, расскажем далее. 7 октября в Калининграде ясно и без осадков. Днем плюс 9 градусов. Утром и вечером до 5 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Если и вам есть, что рассказать городу, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей.